Сегодня у нас глава 13, точнее сказать, вторая часть. Мы в прошлый раз остановились на половине из пяти пунктов, сегодня продолжим двигаться до самого конца. В этой главе, в самом начале, шел разговор о том, как влияют машины на производство, на рабочих и, соответственно, все в другую сторону. Сегодня мы начнем с шестого пункта этой главы, которая как бы подводит то, что мы говорили до этого, и собирает немножко в кучу. Как было сказано, за счет автоматизации производства, за счет внедрения новых машин и технологий появляется больший выпуск продукции. Соответственно, столько рабочих не надо, и рабочих начинают увольнять. Но тогдашние экономисты еще тогда говорили, что это все хорошо и замечательно. И была разработана такая теория под названием компенсация относительно рабочих, которые вытесняются машинами. Суть теории к чему сводится, что да, развитие производства сокращает рабочие места, но освобожденные рабочие, им же не надо заплатить зарплату, и у капиталистов есть дополнительные деньги, сэкономленные на их зарплате. Эти деньги вот собирают в кучку и вкладывают в новое производство, в расширение производства, в новые технологии. Опять же, если мы ставим машины на производство, эти машины должны кто-то обслуживать, делать. То есть, соответственно, была такая теория, что если мы это все сложим, то в принципе ничего не меняется, просто рабочие мигрируют из одной области в другую, а количество рабочих не сокращается, и механизация это полное благо. А вот под прошлым видео мне там сильно возражали, что, дескать, я чушь несу. Поэтому вопрос, что, дескать, не меняется структура рабочего класса из-за машин. Вот, это как раз теория, которая… Нет. Теория как раз-таки говорит о том, что при внедрении машин у нас высвобождается некоторое количество рабочих, но эта теория утверждает, что ничего страшного, потому что, дескать, одновременно высвобождается капитал, и потом они все равно вместе встретятся. На самом деле, Макс показывает, что их не так. Да. Потому что… Я к этому сейчас как раз и приду. Ну, ладно. Так что, давай-то оставим пока на дискуссию. Эта теория, там есть фамилии, можно почитать, кто ее придерживался и почему ее выдвигал. Марс как раз-то с ней и спорит. В чем смысл? Возвращаясь к предыдущему занятию и к предыдущей в начале главе, машины внедряются только тогда, когда они экономят рабочее время. То есть, машину выгодно использовать, если она сокращает рабочее время. Если она рабочее время не сокращает количество задействованных рабочих рук, то, соответственно, ее не внедряют, так как она не имеет смысла. Поэтому то, что якобы за счет развития производства можно это скомпенсировать, Марс показывает, что это не так. Он приводит целую кучу примеров из тогдашнего времени. В принципе, можно и сейчас посмотреть, такие же точно найти. Но постулат остается тот же. То есть, внедрение машин нужно только для того, чтобы сокращать рабочие, необходимые рабочие часы. Необходимые рабочие часы мы сокращаем, соответственно, прибавочное время мы увеличиваем. За счет этого капиталист получает прибыль. Но другая сторона медали. То, что когда происходит сокращение на предприятии, рабочих становится, естественно, меньше. Ну, уже сократили. На данном конкретном предприятии рабочих стало мало. Но из-за этого возникает, очень сильно повышается роль и значение отдельного рабочего. Пример. Вот стройка. На стройке работает башенный кран, там сидит крановщик, который поднимает грузы вниз-вверх. Не дай бог с этим рабочим что-нибудь случится, вся стройка встала. Авиадиспетчеры, которых сегодня вспоминали, да, авиадиспетчер заболел, не вышел, все, самолеты не летают. Можно, конечно, другого авиадиспетчера заставить две смены сидеть, но у них нормативы. Потому что, не дай бог что, опасная очень профессия, их нельзя в два раза больше эксплуатировать, чем положено. Соответственно, значение каждого рабочего очень сильно возрастает. И любой отдельный рабочий, в принципе, в перспективе, да, может остановить вообще все производство. И забастовка такого рабочего приведет к полному коллапсу. Ну это мы чуть забежали вперед, давайте дальше пока по главе двигаться. Автоматизация для рабочего непосредственно, да, то есть что рабочему оно приносит. Первое, это угроза. Угроза того, что его могут взять и уволить в любой момент. То есть начальник приходит к тебе и говорит, сейчас мы вместо тебя поставим робота, он за тебя будет быстрее и лучше делать. Поэтому давай, работай сверхурочно, не жалуйся, чтобы не получил премию и тому подобное. То есть автоматизация для рабочего класса при капитализме. Это надо учитывать, что именно при капитализме автоматизация является угрозой рабочему, что его выкинуть на улицу и оставят без средств существования. Да, как у нас бомжи образуются? Уволили с работы, нечем платить за квартиру. Выгнали с квартиры, не заплатил за ипотеку, ты живешь на улице. Живешь на улице, ты не можешь найти работу, все, ты бомж. Через два года, в лучшем случае, если протянешь два года, ты помрешь, а то этого не будет. То есть автоматизация именно при капитализме, это большая головная боль для рабочего класса. Это угроза их жизни. Опять же, при капитализме машины, именно те, которые увеличивают автоматизацию, они для капиталистов это просто способ получения большей прибыли. То есть машины капиталисту нужны не потому, что они облегчают труд или делают более качественную работу. Нет, они нужны именно потому, что они приносят дополнительную прибыль. А рабочему они при этом, опять же, при капитализме, они не облегчают его труд. Хотя, может быть, он где-то физически стал полегче. На пневном мамолоте работать легче, чем обычной кувалдой махать. Но для рабочего, во-первых, вот с этой ситуацией, когда каждый рабочий важен для производства, его опоздание на пять минут грозит простоями. Соответственно, это жесткая дисциплина, о чем мы говорили в предыдущей главе, в 12-й. Нельзя опоздать, нельзя на перекурс сходить, нельзя отлучиться на пять минут, потому что без тебя все простоит. И, соответственно, вторая сторона медали, что машины заставляют людей более интенсивно работать. Они не могут остановиться, потому что от их постоянной работы зависит результат всего предприятия. Другая сторона вопроса. Вот выросла у нас за счет внедрения автоматизации машин производительность. Что начинает производить промышленность? Оно начинает производить товары роскоши, предметы роскоши. То есть, в принципе, то, что не особо так надо, но имеет свою сцену, потому что это роскошь. Возвращаемся к шестой, по-моему, к самому началу. Опять же, со стороны всего человечества вместе, если смотреть, то есть дополнительный прибавочный труд, который создается, дополнительные производственные мощности, внедряемые за счет автоматизации, на что они тратятся? Они тратятся на предметы роскоши. Там всякие безделушки у каждого дома стоят, которые нахрен никому не нужны, которые только перерабатывают ресурсы. Вот они стоят, 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 толку от них выхлопа никакого. Вон, смотрим, да, у нас сейчас выйдем на улицу в город, на улице темно. Каждое здание, каждый дом обвешаны гирляндами и горят круглый год. Тратится электричество, тратятся лампочки, куча времени и труда на это. Что это не предмет роскоши? Пульс вообще никакой. Лучше бы сделали освещение, правильно, для дорог и тротуаров. Там есть хотя бы хоть какая-то цель направленная. А все эти горящие здания нахрен никому не нужны. Но зато их раз в год выключают на один час, на час земли, когда берегут природу. А весь остальной год мы ждем электричество за просто так. Опять же, при социализме есть повод задуматься, как будет работать экономика. На следующие занятия про экономические проблемы в СССР мы как раз можем про это поговорить. То есть куда выдают излишние прибавочные продукты девать и на что пускать. На развитие общества или на выпуск никому не нужных предметов роскоши. И еще шестой раздел заканчивается тем, что когда большая масса рабочих увольняется, их очень много становится на рынке труда, это позволяет длительные проекты строить. Большие железные дороги типа Транссиба, которые делаются годами, каналы копать и тому подобное. То есть есть еще такой аспект увольнения рабочих. Итак, давайте побыстрее продвинемся, чтобы не тормозить седьмой пункт. Итак, у нас получилось, что за счет того, что мы автоматизировали тот или иной процесс, у нас появилась куча рабочих, которые не задействованы в данной промышленности. Соответственно, у нас растет рынок труда. То есть на рынке труда у нас много свободных работ, которых мы можем нанять и пустить в дело. Так как у нас производство неравномерно развивается в разных странах по-разному, то образуется такая ситуация, когда, допустим, в одной стране произошел какой-нибудь технический прогресс. И, соответственно, продукцию, выпускаемую на фабрике, она становится очень дешевой. Марк приводит, вообще-то, бумажную промышленность, когда за счет внедрения определенных машин Англия стала выпускать огромное количество пряжи, просто огромное. Много тканей, она очень дешевая, соответственно, себестоимость, и она стала давить остальные рынки иностранные. Соответственно, вот эти высвободившиеся ткачи, которые освободились от того, что внедрили автоматику, и машины новые, которые увеличили процесс производства, эти рабочие не увольняются, открываются новые предельные фабрики, которые точно также дополнительное количество товара делают и продают его уже во всем мире. Соответственно, рабочие сокращаются не в Англии, а в тех странах, которые покупают у них ткань. Соответственно, рано или поздно во всех остальных странах у нас местная промышленность загибается, несмотря на все потуги импортозамещения. А единый какой-то центр, который производит много дешевого товара, он всех подавляет. Соответственно, опять же, эффект носит накапливающийся характер. То есть, когда у тебя много машин, много рабочих, ты еще быстрее развиваешь свою производство, еще быстрее улучшаешь его, и, соответственно, конкуренты в других странах с тобой просто не могут уже даже соревноваться. Опять же, можем брать любой пример из современной области, какой-нибудь там, ну, вот автомобилестроение возьмем. Ну, отечественному нашему российскому автопрому до немцев уже никогда не догнать. Настолько они улетели вперед. Такая же ситуация была и 200 лет назад, когда английские промышленные предприятия вытесняли фабрики по всему остальному миру. У Маркса там идет речь про Индию и США, но мы в современных примерах можем найти сколько угодно. Компьютеры. Компьютеры, опять же, у нас в России вообще уже практически не делаются. А если делаются, то из комплектующих иностранных. И то там только частично на своей базе. Опять же, догнать в компьютерах уже невозможно. Есть страны, которые профессионально занимаются компьютером и за счет этого и живут. Авиастроение тоже. В мире осталось там буквально 3-4 авиазавода, которые способны выпускать самолеты. Другая сторона медали. Смотрим на эту же сторону. Берем ее отрицание. Те страны, которые перестают выпускать собственную ткань, самолеты, компьютеры. Этот рынок уже забрал их конкурент. Что им остается? Им остается поставлять на этот рынок сырье для производства. Хлопок, как тогда Индия или США поставляли в Англию. Или как сейчас мы поставляем нефть для этих автомобилей. Металл. Дерево. То есть ресурсы, которые идут на обслуживание. Вроде бы прошло 200 лет. Все говорят о том, что все поменялось. Но в принципе уже Маркс пишет о том, что вот сейчас как есть распространенный термин, которому опять уже не один десяток лет. Банановой республики. Какой-нибудь Эквадор, который выращивает бананы. Это его основная экспортная статья. Там занимает чуть ли не 50% экспорта. Про это же писал Маркс. 200 лет назад была точно такая же картина. Были маленькие банановые республики, которые поставляли определенный вид сырья. И эта страна не может уже никуда вырваться. Она просто находится в патовой ситуации. Развить свое производство она не может. Она не может догнать производство Англии и любой другой страны. Потому что там тупо больше людей, больше машин, больше время строения всего этого дела. Когда выстраивалась цепочка производства. А у вас огнем бананы. И если вы их перестанете продавать, вы помрете с голоду. Если хоть чуть-чуть сократите посадку, опять же, часть населения умрет с голода. И деваться вам просто некуда. Поэтому, опять же, когда будем говорить на следующем занятии про экономические проблемы социализма в СССР, обратим на это внимание. Советский Союз, аграрная страна, которая должна была каким-то чудом до начала войны за 20 лет выстроить полностью промышленность, которая бы смогла конкурировать с остальными сторонами Запада. В данной ситуации, когда у нас есть маленькие страны банановой республики, которые торгуют сырьем, и есть большие страны, которые торгуют товарами повышенного передела. Это обостряется ситуация у нас с конкуренцией между странами. То есть конкурируют не отдельные фабрики на отдельных странах, а это уже мировая экономика, что потом опять же будет Ленин разбирать в империализме как высшей стадии капитализма. Опять же, начиналось это еще при Марксе. То есть, когда страны начинали друг с другом конкурировать за рынки сбыта. Как раз за счет того, что внедрение этих машин где-то одну страну превращало в ткацкий станок, а другую страну, допустим, в металлопрокатную. Какая-нибудь там Германия, Англия. Когда идет такая конкуренция между странами, про войну здесь Маркс еще не говорит. Про войну мы можем прочитать у Ленина в империализме. А во времена Маркса как фабриканты поступали? Они опускались за того, что платили своим рабочим зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Соответственно, рабочие тупо начинали умирать с голода. Нужно это было именно для того, чтобы снизить стоимость товара и сдавить конкурентов в других странах. Из этой вот борьбы такой между странами возникает цикл кризиса. Маркс подробно расписывает, что, почему, какой кризис в каком году был. Кратко, просто. Из-за неравномерности производства, развития и дележа рынка, один год может быть для отрасли очень прибыльный. Сверхприбыль может приносить, может маленькую прибыль, может быть вообще убыточной. Опять же, смотрите, 13 глава капитала, а мы в очередной раз уперлись в том, что капитализм приводит к кризисам. Ведь от них никуда не денешься. Хотел бы обострить маленькое внимание на таком моменте. Маркс рассматривает хлопчатобумажное производство. И там стачка одна длилась 8 месяцев. То есть из-за борьбы рабочего класса с фабрикантами была объявлена общая стачка. И 8 месяцев рабочие бастовали. Уже тогда нам есть чего поучиться. Так, на этом седьмой пункт закончился. Переходим к восьмому. Чтобы одинаково было вот так вот. Переходим к восьмому. Седьмой, это у нас был распроизводство. Восьмая глава. Здесь мой любимый пример из Маркса. Все пологеты, которые говорят, что Маркс не учитывал прогрессы в развитии общества и технологий и автоматизации. Восьмой пункт главы начинается с примера. Что Адам Смит брал для иллюстрации какого-то примера следующую картинку. Когда 10 мужчин, 10 человек на производстве иголок на фабрике производящей иголки делали 48 тысяч иголок в сутки в день в рабочий. На что Маркс приводит другой пример. Что прошло всего несколько лет и одна женщина может обслуживать 4 машины автоматически, которые за день делают 600 тысяч иголок. Как раз дикий скачок производительности. Уже нужны не мужчины, которые будут эти иголки гнуть. Нужна всего лишь одна женщина, которая может это все делать. То есть вопрос автоматизации Маркс рассмотрел. И в восьмом пункте этой главы он там детально разбирает как фабрики подавляли мануфактуры, почему ушли мануфактуры, почему ушли ремесленники. Это к вопросу, мы не будем те подробности исторически вдаваться, к сегодняшнему дню. Что можно сказать, да? То есть любое малое предприятие, оно не конкурентоспособное с большой фабрикой. Рано или поздно она тебя просто сдавит. Можно и так и так крутиться, но тенденция такая. Если отбросить все исключения, тенденция простая. Малый бизнес быстренько давится крупным бизнесом. Здесь идет речь о фабриках. Сейчас это принято называть крупный бизнес, средний бизнес. То, что тогда были мануфактуры и ремесленные мастерские, которые рассматривает Маркс, сейчас это все малый бизнес. Вот малый бизнес давится крупным бизнесом. Маленькие ларьки рано или поздно будут заменены и вытеснены крупной сетью супермаркетов. Итак, давайте перейдем тогда к девятой части этой главы. А то мы и так задержались. В девятой части идет разговор о технике безопасности. Маркс рассматривает английское законодательство о ограничении капиталистов на эксплуатацию рабочих и соблюдении техники безопасности на предприятиях. Опять же, предлагаю не разбирать примеры, они уже старые. Я предлагаю обратиться к сегодняшнему дню. У нас сейчас тоже самая тенденция есть. У капиталиста есть стремление сократить свои сдержки, в том числе за счет экономии на технике безопасности. Поэтому он берет и, допустим, старые советские СНИПы, которые никому не нужны, которые детально каждый пункт прописывали, где что на производстве должно быть. Он берет это и заменяет спецоценкой. То есть, приходит эксперт и говорит, что у вас все хорошо, у вас все замечательно, у вас условия труда хорошие, у вас все нормально, все в рамках закона. Но это тенденция только с одной стороны. К чему приводит бездумная игра в законодательство, когда мы законы берем и делаем чисто на руку капиталистам и отыгрываемся, соответственно, на рабочем классе. Мне вот очень понравился пример. Маркс приводит про школу, что тогдашние дети, которые работали, они учились и работали в две смены. Первая смена утром приходит учиться до обеда, после обеда идет и работает. Вторая смена после работы приходит как раз на учебу. И тогдашние учителя и чиновники заметили, что когда после работы ученик приходит, он уже никакой, он уже учиться не в состоянии. И вообще-то лишняя трата времени учителя, что это не надо. Что самое оптимальное, вот смотрите, как хорошо. Школьник пришел, поучился, потом пошел, поработал. Ну, опять же, Маркс это все детально рассматривает, пережевывает и делает, в принципе, закономерный вывод, что вот такая вот работа, она вместо того, чтобы всесторонне развивать людей, школьников в школе, да, она их приручает к работе и, соответственно, убивает все творческое начало и развитие человека как личности. И от этого маленького шага, от примера на детях, который начинает рассматривать и на детском труде, он вообще переходит к более высокому и общему выводу, что крупная промышленность сама по себе, она разрушает и вообще уничтожает базис общества. Это семья. То есть семья при капитализме разрушается, потому что при такой цикличности работы семьей, грубо говоря, заниматься некуда. Ни детям, ни взрослым, и детей нет смысла заводить и тому подобное. То есть крупная промышленность в Англии еще 200 лет назад начала разрушать институт брака. А, как мы знаем из работы Энгельса, про происхождение частной собственности. Государство, семьи, частные собственности. Да, да. Все начинается с семьи. Семья – это базис. Кто не видел, не читал, у нас есть видео лекция на эту тему, можете посмотреть. Семья – это самая маленькая ячейка и базис всего общества. Если не будет семьи, не будет общества, не будет государства. Соответственно, государство начинает принимать меры по защите прав семьи. Как это сейчас называется и чем занимается такое же наше современное буржуазное правительство. Занимается проблемами семьи, потому что если уничтожить семью, не останется государство. Соответственно, государство как раз в ответ на все эти меры, которые принимаются капиталистами, вынуждено законодательно ограничивать эксплуатацию рабочих, соблюдать правила безопасности и двигаться на внедрение новых законов, которые нормируют труд. При этом, что интересно, появляется ряд капиталистов, которые тоже осознают, что законодательство по охране труда им выгодно. Оно повышает их конкретно способность. Опять же, у Маркса все примеры расписаны. Почему? Но часть прогрессивных капиталистов действительно стоят на том, чтобы законодательства по трудовым нормам, техники безопасности внедрялись в законы и в законодательство. Соответственно, капиталисты иногда тоже бывают беспокоиться о правилах ТБ. Зарубежные очень сильно. И зарубежные, и даже наши некоторые этим делом очень обеспокоены. Опять же, у Маркса как раз в тему есть очень хороший пример. Он там разбирает, что в Англии были специальные инспекторы, которые занимались смертями и осматривали трупы. То есть, человек умер. А от чего он умер? Инфаркт напился или он все-таки на фабрике получил разряд тока, мы его за забор выкинули, сказали, а это не наш. И тогда в Англии была куча примеров, как раз когда капиталист, чтобы фабрикант скрыть несчастный случай на работе, просто труп выкидывал за забор и все, это не мой. Сейчас, опять же, прошло 200 лет, казалось бы, да, 200 лет, а ситуация точно такая же. И у нас постоянно на стройке находят неизвестные трупы, но потом выясняется, что они там работали на этой стройке, только неофициально. В подворотнях и везде, в остальных местах. То есть, от несчастных случаев, особенно всякие мелкие застройщики, стараются избавляться. Поэтому строительный бизнес достаточно криминализованный, опять же, потому что много несчастных случаев, много трупов. Трупов надо как-то куда-то прикопать в лесу, чтобы не отсвечивали. Фундамент. Да, фундамент зарыть самое замечательное. Залил и все, и забыл. И там же еще очень интересный момент, опять же, очень важен как капиталистам, как и государству, да, были еще инспекторы по, ну, грубо говоря, палатам меры весов, которые ходили под предприятием и проверяли все емкости, чтобы соответствовали стандартам, да, то есть, чтобы ведро, если это ведро 10 литров, в нем должно быть 10 литров. Если это гиря на 2 килограмма, значит, на 2 килограмма. А тогдашние рабочие еще жаловались, что инспекция приходила раз в 2 недели. За это время между инспекциями капиталисты-фабриканты успевал менять все эти ведра, а перед комиссией возвращать опять те ведра, которые соответствуют своему номиналу. Вот, опять же, смотрим, да, покупаем булочку с сахаром, сахара там и не пахнет. То есть, ситуация, опять же, очень важна и в сегодняшнем дне. При желании можно найти много моментов. И последняя, десятая часть этой главы, 13-й огромной, это отношение между крупной промышленностью, которую мы все время рассматривали, и как она работает с земледелием, с сельским хозяйством. Коротенькая, но очень емкая глава. Точнее, пункт. Первое. Точно так же, как в производстве. Автоматизация идет и в сельском хозяйстве. Соответственно, в сельском хозяйстве большое количество крестьян становится ненужных, их за ним меняют машины и их просто выкидывают. То есть, с внедрением крупной промышленности, которая, в том числе, и комбайны поставляет в деревню, увеличивается, с одной стороны, пассивные площади, которые можно обрабатывать, с другой стороны, сокращаются люди, которые могут их обрабатывать. То есть, у нас, получается, крестьян становится меньше. Следующее. Что приносит крупная промышленность в земледелии? Возвращаясь к предыдущему занятию, с чего мы начинали, да, шестой пункт сегодня, это о том, что эти машины новые, которые обслуживают землю в селе, они тоже должны обслуживаться механиками, инженерами, обслуживающий персонал, это наемные рабочие. То есть, те же самые работники, которые обслуживают в городах эти машины, они обслуживают это на селе. То есть, у нас в деревню начинают проникать рабочие. Но, опять же, помня, вот этот пункт шестой, да, что высвободившиеся крестьяне, их высвобождается гораздо больше, чем необходимо механиков для обслуживания этой техники, для ее производства и всего остального. То есть, крестьяне точно так же вдавливаются из своей следы и лишаются средств производства. То есть, это когда приходит рабочий, да, на село. Третий, соответственно, закономерный, из этого же выходящий вывод, вывод, что крестьяне при обработке земли промышленным способом, когда у тебя пашет трактор, собирает комбайн, один крестьянин не может купить одновременно трактор и комбайн, он, естественно, разоряется, он перестает быть мелким частным собственником и переходит в наемные рабочие, которые работают на этих комбайнах, тракторах, обслуживают эту самую башню. Соответственно, опять же, крестьяне, мало того, что их сокращается количество, они переходят в статус рабочих, и их становится еще больше рабочих на селе. Опять же, смотрим на сегодняшнее село, да, фермеров, которые у нас сами производят продукцию, их очень мало. В основном, у нас в деревне сейчас наемные работники, которые трудятся на крупные агрокомплексы. У нас в Приморье такой-нибудь Гринагра, который активно расширяется в своем производстве с каждым годом. Ну и на всю страну, если смотреть какой-нибудь Мираторг. А если вспомнить про банановые республики, то вообще все бананы в мире там принадлежат американской банановой компании. Итак, четвертый пункт. Вспоминаем, да, опять же, у нас есть деревня, есть город. Между ними есть определенные противоречия и своеобразный обмен. Раньше деревня выращивала хлеб и кормила им города. Город снабжал их за это техникой. При развитии крупного промышленного производства эта разница начинает стираться между городом и деревней. С одной стороны, вот мы смотрим город, Владивосток, он постепенно, постепенно растягивается все дальше и дальше, дальше, дальше. Уже там до Артема идут дома, и за Артемом идут дома. Многие живут уже в Табричанке какой-нибудь. Сейчас у нас новая дорога на Дефрис, там дома строятся. То есть город расползается, разрастается, и постепенно переходит в деревню. С другой стороны, деревня, опять же, начинает разрастаться. В деревне, так как нет уже дельных крестьян, есть наемные рабочие. Рабочим строится дом, пятиэтажка, где они все будут спокойно жить вместе. Им не надо подворное хозяйство свое какое-то там, свинарник личный, персональный. Соответственно, деревня у нас превращается в город, город немножко превращается в деревню. Это все начинается при капитализме. И разница между городом и деревней стирается уже при капитализме. Первые зачатки этого есть. Сейчас у нас водопровод есть и в деревне за счет современного производства. Интернет туда тоже довели до самых глубоких деревеньев. Электричество есть. Опять же, с чего начинали большевики? Электричество до деревни доведите. Вот, собственно, как раз о чем писал Марк 200 лет назад. Когда он эту тенденцию уже замечал, у нас она прямо уже практически налицо. Осталось буквально последнее сравнять зарплаты между городскими рабочими и деревенскими. Потому что в деревне рабочие по-прежнему получают меньше. Ну, опять же, это частичные за стоимости жилья. Такая картина в данный момент сложилась. Пятый пункт. Опять же, у нас есть и крестьяне, и рабочие, которые переходят друг в дружки. В связи с тем, что рабочие начинают обрабатывать землю, крестьяне работать на технике. Так как капитализм разрушает семью, как мы уже говорили, вообще в целом, так она разрушает и отдельно и крестьян, с одной стороны. То есть крестьяне перестают существовать как крестьяне и рабочих. Они перестают развиваться, они точно так же угнетаются при капитализме. И, соответственно, опять же, у Маркса это достаточно детально расписано. Конфликт между промышленностью и земледелием. Капитал влияет одинаково и промышленность крупная. И на тех, и на тех, и те, и те мучаются, страдают. У тех, и тех уклад жизни разрушается. Семьи, семейные связи и тому подобные вещи. Прогресс технический оснастил село новыми не только машинами, комбайнами, тракторами вместо лошадей, но и новыми способами обработки земли. То есть прогресс очень сильно повысил производительность и урожайной земли. Это заслуга промышленного капитала, крупной промышленности. Но, с другой стороны, точно так же, как он очень сильно может повысить плодородность почвы, обратной стороной медали при варварском отношении капитал очень быстро может эти земли истощить. Опять же, все мы знаем современные примеры. В Англии было то же самое, сейчас даже еще хуже. Сдай поле китайцу в аренду на два года. Он знает, что он больше там работать не будет. Соответственно, он за два года превратится в пустыню. Не надо думать, что только китайцы. Такие наши родимые капиталисты точно такие же. Какая-нибудь Ростовская область, где колхозные земли пахотные сдавали в аренду участникам. Частники их все туда выжирали, все, что можно плодородностью купили, засеивая техническими культурами безостановочно. А потом просто брали следующее поле в аренду, а эту бросали. Опять же, колхоз радостно выходит, вот у нас земля, давайте берите ее в аренду. А арендаторы говорили, так, кусок мне не надо, его не буду брать, а вот этот возьму. Не хотите, я у соседнего колхоза возьму. Соответственно, опять же, у нас две стороны получается. С одной стороны, на чаше весов у нас увеличение плодородности. А с другой стороны, это земля, которая эксплуатируется до такой степени, что перестает вообще быть плодородной. Истощенная. Истощенная, да. Вывод к 13 главе. Прошлое это занятие складываем, да. Маркс описал такое, что капиталистическое производство развивает технику и производство. Но в то же время она подрывает источники богатства для людей. Это землю и рабочих. То есть, когда у нас нерабочие пережигаются и сам они воспроизводятся, потому что нет земли, и земля истощается до такой степени, что она больше не плодородна. На этом все. Предлагаю перейти к дискуссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова